Послание Отца Абсолюта 26 ноября 2021 года Индивидуальное сознание и сознание тел человека Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! В продолжении моего предыдущего послания сегодня мы поговорим о тонкостях взаимодействия вашего сознания с сознанием физического тела. На первый взгляд может показаться, что сознание человека представляет собой некий единый общий фон его души, ума и тела, но на самом деле это не совсем так. И сейчас я постараюсь объяснить вам, в чем состоит разница между сознанием человека как индивидуума и сознанием его тела. Прежде всего это разница в вибрациях, поскольку сознание как таковое является более тонкой субстанцией, а сознание физического тела более плотной. Так, сознание высокодуховного человека достигает порой его седьмой чакры, что недостижимо для сознания физического тела, являющегося плотной материальной субстанцией. Епархией сознания физического тела является реагирование на излучаемые человеком эмоции, что запускает процесс либо заболевания, соответствующего этим энергиям органа, если эмоции носят негативный характер, либо наоборот, процесс исцеления, в случае, если человек перенастроил свои эмоции на божественный лад. А в этом как раз принимает участие уже общее сознание человека. Давайте рассмотрим это на конкретном примере. Положим, человек сильно на кого-то обиделся. И если его сознание сугубо трехмерное, он не будет искать причину этой обиды в себе, а вместо этого будет постоянно подпитывать ее, обвиняя во всем своего обидчика. И ему даже не придет в голову, что, простив этого человека, он может обрести мир и покой в своей душе. В результате такого постоянного эмоционального стресса энергия обиды, достигнув своего критического уровня, начнет спускаться из астрального тела этого человека сначала в эфирное, а затем и в физическое. И тогда человек заболевает, порой достаточно серьезно. Но поскольку он не способен осознать всю цепочку причинно-следственной связи, то его болезнь может принять хронический характер и привести к довольно печальным последствиям. Так трехмерное сознание этого человека вступило во взаимодействие с сознанием его эфирного, а затем и физического тела, которые приняли посылаемым сигналом в виде негативной энергии. И они уже были вынуждены, по закону подобия, запустить процесс разрушения соответствующего органа тела. Как видите, здесь нет ничего личного, а только проявление закона Вселенной, частью которой является человеческое тело. Но точно так же этот закон сработает и в обратную сторону, если тот же человек вступит на путь духовного развития и осознает истинные причины своей обиды. Переиграв ситуацию, приведшую к возникновению столь сильных негативных эмоций, его возросшее сознание начнет взаимодействовать с сознанием его эфирного, а затем и физического тела уже совсем на другом уровне, подтянув их до своего нынешнего уровня вибраций, что в результате запустит процесс исцеления этого человека. Как видите, родные мои, все очень просто и логично. Чем выше сознание человека, тем выше сознание всех его тел, включая физическое. Поэтому я вновь и вновь прошу вас поддерживать свои вибрации на уровне, недосягаемом для негативных энергий. И тогда вам не грозят никакие беды и болезни. Именно это и происходит в мирах высших измерений. И именно поэтому обитатели этих миров никогда не болеют. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.